Красивого чувака. Васильич, хорош мяться, иди спроси. Извините, а вы не знаете, как проехать в Карелию? Васильич. Просто в сапогах неудобно. Извините, а может мы уже пойдем порыбашим? Сарий, Леха, 99-й левел. Вот, девяточка, смотри. Сидеть. Сюда еще знаешь? Вот это мейкап. Мейкап? Да, так правильно называют? Мейкап — это макияж на лице. Я опять. Это у меня. Сейчас мы в Карелии. Пошли. Игорь. Да? Вот я всегда думала, что когда мужчины едут на рыбалку, они на самом деле просто едут бухать. А ты стоишь и рыбу ловишь, что с тобой не так? Просто у нас закончилось бухать. А, понятно. Это что? Это форелька. Это тоже форелька? Да, это тоже форелька. Ловись, рыбка. Большая и маленькая. Васильич, поймал? Да. Молодец. Моя следующая. Ну, поймал. Поймал. Молодец. Отпустишь? Да. Короче, у нас квадрокоптер утопил... Не утопился, господи. Он улетел на соседний берег, вон туда в пусты, и там потерпел крушение. А чтобы туда попасть, на соседний берег, мы съездили за лодкой. И, короче, сейчас мужчины, надеюсь, что мужчины, а не я, садут в эту лодку. Ну, ты, конечно, кто накосячил, тот и... Ну, часа-полтора... Чего она не надувается? Потому что клапан здесь убогий. Ну что, я уже полумокрый, я готов. Ты знаешь, что вот это за переходник? Нет. Давай, надо к маленькому теперь его только... Ты сможешь из этих собрать как конструктор, чтобы вот этот шланг... О-о-о, смотрите, что! Стоит он точно не так. Да, мы заколхозим сейчас. А как вы заколхозите? По-любому. Вот переходники тут маленькие были. Вот еще есть. Так, что тут происходит? Нет, внутренний диаметр. Так так даже можно держать, он накачает этот. Ага. Ага. Если багажника нету, то это вообще все. Есть она. Как ее может не быть? Аж кроссовер. Только надо мотор запустить. Ага. 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 О, Леша, смотри, вот это клюв, это пацан, но это форель, это не пунжа. Все, ставим шнур и кидаем блесну. Я Лешу узнаю по походке, если он поймал, это совсем другой походняк, понимаешь, это резво, такое ощущение, что он летит над болотом, летит. Это брусника? Это брусника, смотри, красная. И там не на С, говорят, много, или это в клюкве? Да, в брусника тоже. Знаешь, супник? Угу. Здесь я в прошлом году, ребят, ловил форель. Воды было чуть меньше, я даже мог перебираться вот по этим камням. Вот смотрите, вот здесь она, вот она стоит вот под тем берегом. Здесь уже идет мелководье, она вся стоит там. И в прошлом году можно было здесь пройти. Видишь, бобр? Это бобер сгрыз. Он хочет вот здесь, вот там, сделать себе плотину. Это был я. А, это был Антоша, это ты так долго... Знаешь, Антоха, я один раз такую огромную рыбу поймал. Короче, на весы ее кинул, а там даже шкалы не хватило. Да? Да. А знаешь, я такую поймал, что у меня одна фотография два килограмма весила. Да ладно? Вот так! Да! Я на самом деле рыбалку себе представляла немножечко по-другому. Я себе представляла, что мы очень-очень-очень-очень-очень долго идем. Потом вы сидите и залипаете на поплавок. А на самом деле выглядит это так. Мы идем вдоль русла. Как только Игорь видит понравившееся место, останавливается, вот так вот кидает удочку. Ее сносит течением, потому что это река. Поплавок сносит течением. И вот каждый раз вот так вот достает и заново кидает. То есть, как бы такая активная рыбалка. Знаешь, есть еще такое выражение. Есть буйно помешанные и тихо помешанные. Буйно помешанные – это охотники. Знаешь, почему? Почему? Ну, потому что они всегда ходят и стреляют. Бах! 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 А есть тихо помешанные – это рыбаки. Они идут себе тихонечко, спокойненько и рыбачат никому. Не шумят, не мешают. Так сказать, воссоединение с природой. Пошли, Антоха покажет, где он там упустил огромную рыбину. И я ее выловлю. Больше не грызешь деревья? Нет, мы же рядом, а я поел. В этом Васильевич вам камень видит? Да. Вон. Вот я то ли за ним, то ли вот после него. Как думаете, поймает Игорь Васильевич упущенную рыбку? А что за рыба была? Что за рыба была? Я в них не разбираюсь. Маленькая? Карельская. Карельская. Большая? Я посмотрю ладошку. А, ну форелька, наверное, да? Форель, наверное. Либо хариус. Да, здесь очень крупная форель, ребят, но для этой местности. Вот такая вот форелька. Она, смотрите, для этих мест она как бы такая, ну средняя считается. Хариус. Есть, естественно, она больше растет. Видите, какая она активная. Музыка. Посмотрите, какая прекрасная погода, друзья. И какую рыбку я выловил в этой речке. Это хариус, ребят. Вот для женщин, наверное, хочу пояснить. Когда Игорь ловит поплавком, это он ловит на удочку. А когда стоит блесна, это называется спиннинг. Она вот так вот вертится. Она делает вид, что она раненая рыбка. Да, она делает вид. Это, короче, на хищных рыбок. Это на... Нет, ну здесь вся рыба хищная. В Карелии вся рыба хищная. То есть не хищных нет. По одной простой причине, что настолько агрессивная среда, холод, течение, что вся рыба жрет друг друга, в общем. Здесь по-другому нельзя. Это называется каннибализм. Если не ты, значит тебя. Ну как тут дела? Блицну потерял. Ну что, я поймал хариуса, поймал форелин. Черви у нас закончились. Алексей Сергеевич дошел у нас до разлива. Ничего не взял. Мы решили вернуться на исходную. И с исходной уже попробовать пойти чуть наверх. Но там Алексей Сергеевич видел медвежье говно. Поэтому Маша давно хотела увидеть медведей. Я думаю, что сейчас мы ей такую возможность и предоставим. Да, приходится передвигаться в день по 10-15 километров. Сейчас подходим с вами к водопаду. Вот такой вот водопад. Это дикая Карелия. Нехоженные, неброженные места. А сейчас мы с вами подходим к чаше. Здесь разлив очень интересный. Светит солнце. Вот так это все выглядит. Смотрите. Светит солнце. И идет дождик. Мелкий-мелкий дождик. Вся большая рыба активная. То, что мы ловили. Хариус. Кумжа. Она стоит на течении. Она именно стоит в течении. И ждет, пока приплывет какая-нибудь вкусняшка к ней. Щука. Как правило, она не стоит в течении. Потому что для нее это трудно. Другая там. Та же платвица. Хотя в Карелии ее мало. Но она имеет место быть. Окунь. Но в этих речках его нет. Он, как правило, в озерах. А если рыба там присутствует в этом месте, она обязательно клюнет на наживку? Или может просто смотреть и быть равнодушной? Ну, не обязательно. Она может клюнуть. Единственное то, что мы попали в осень. А осень это жор для рыбы. Потому что она знает, что вода стала холодной. Если холодная вода, то скоро наступит зима. И мошкара, которым питается рыба, особенно хариус, она исчезает. Соответственно, надо быстрее, быстрее, быстрее запасы жира набивать. То есть она начинает есть просто все подряд. Плюс рыба еще здесь каннибализмом занимается. Она ест себя и себе же подобно. Друзья, мы с вами в Карелии. И я приехал со своими близкими друзьями. Я здесь не первый год. И хотел, чтобы они приехали со мной и прониклись этой красотой, которую я наблюдаю уже на протяжении 5-6 лет. Я хотел бы спросить у них. Какие впечатления? Здесь мы находимся уже порядка 10 дней. Пусть они сами расскажут. Антоша. Давай пока Маша. Маша. Можно? Ребят, у нас привал. И здесь особо ощущается твое голодное состояние, когда ты бродишь по лесам десятки километров. И даже какая-то прогорклая сосиска, которая завалялась у тебя в холодильнике, и ты бы ее в Москве давно выбросил. Но здесь на природе с этим воздухом ощущение вкуса этой сосиски просто непередаваемое. Ягод очень много. Поэтому зарядившись хлебом с майонезом и поев ягод, попив воды из речки, ощущаешь полноту всей этой жизни. А что за ягода, кстати, ты мне скажешь? Эта ягода в простонародье называется очень просто. Волчья? Волчья ягода, которая вызывает галлюциноген. Поэтому все, что с тобой сейчас происходит, возможно, это твое подсознание. Работа твоего подсознания. Волчья ягода другая. Я ее увидела. Вот это брусника, друзья. Смотрите, сколько здесь ее. Вообще бежай ягодок синий слева от тебя. Слева от меня вот такие вот синие ягодки. Ну, это черника. Это, это настоящая черника. А покажи то, что ты мне скормил. То, что я тебе скормил, сейчас покажу. Чуть ниже по течению находится другая ягода, ребят. Кто знает, что это за ягода, напишите в комментарии. Но она тоже очень вкусная. Вот что это за ягода, кто знает. Что, ребят, как рыбалка? Ты что, тоже гриб нашел? И я. Ты надкусил и бросил, а я поднял и доел. Смотрите, какой гриб. У меня аж слюнка потекла. Вот это да. Вот это грибы. О, красноголойки. Лехин любимый. Смотри. Что? С червячками? Лех, как ты любишь. Мышу. Охота на мых. Охота на мых. Приехали в Карелию охотиться с мышей. Знаешь, что общего между мужиками и котами? Что? Я. Вот когда... Нет. Мина. Грибритые. Вот когда... Ну, кот нас сыт, а мы нашкодим, мужики. То мы становимся такими ласковыми. Вот, в принципе, и никакой разницы нет. ПОТЕЦ hilft, 권, на просмотр. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok